Это мощный символ возрождения милосердия, так высказался губернатор Кировской области Александр Соколов о благотворительном празднике День Белого Цветка. Это выставка продажа сувениров, выручку с нее отправят на благотворительные цели. В этот раз мероприятие прошло в минувшую субботу в Кирове, в нем приняли участие предприниматели, спортсмены и деятели культуры региона. Подробности в материале Александра Бушмакина. Вот купил такую красивенькую уточку, и я думаю, это не последний мой вклад. Уточку футболист Вадим Лазарев купил на благотворительной ярмарке. Она прошла в рамках Дня Белого Цветка. Такое мероприятие объединяет в добрых делах людей самого разного возраста, чтобы вместе помочь нуждающимся, говорит председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова. Я считаю, что это очень хорошая форма, и я рада тому, что в регионах широко присоединяются многие благотворительные фонды, предприниматели. То есть люди очень живо откликаются. Но самое главное, я считаю, ключевое, основное – это уроки милосердия в школах. Это самое-самое главное. В мероприятии принял участие и губернатор Александр Соколов. Вместе с гостями глава региона посмотрел выставку и внес свой вклад в общее благое дело. По словам губернатора, о милосердии нужно знать с детства, воспитывать подрастающие поколения в духе добра и взаимопомощи. Если дети понимают в раннем возрасте, что такое милосердие, что такое сострадание, они вырастают людьми добрыми, людьми, способными нести добро дальше. И мне кажется, что вот эта акция является, наверное, самым мощным сейчас символом в России возрождения именно милосердия. Именно этого качества. Мне кажется, в нашем обществе немножко этого не хватает. Самой акции более ста лет. Ее возродили в начале 2000-х годов. И с тех пор она активно развивается. Только за последние пять лет, благодаря Дню Белого Цветка, в регионах собрано более 10 миллионов рублей на разные цели. Все поделки на таких ярмарках сделаны учениками общеобразовательных и воскресных школ. На этот раз вырученные средства от продажи передадут семьям участников специальной военной операции. Александр Бушмакин, Светлана Гудименко, Бюро новостей, Давича.